наш с вами, то есть семинар, то есть зовут меня Жукова Татьяна Борисовна, то есть семинар наш с вами называется «Типовая ошибка поведения бюджетного учета в госсектора». Ну, в какой-то степени я почему такую тему выбрала, потому что я заметила, в 2018 году стали приходить письма по нашим с вами ошибкам. И я так сделала вывод, что, то есть ошибок у нас с вами очень-очень стало много, дальше стали официально присылаться просто такие письма. Поэтому я выбрала это направление, то есть чтобы вам просто сказать. То есть, ну, кто у меня впервые в нашем центре, скажу, наш центр, он существует уже более 27 лет, работают у нас больше 250 преподавателей в нашем центре. Есть у нас, конечно, гарантированные, то есть именно гарантия, ну, стопроцентное, то есть образование, это действительно так, сохранение вон средств организации, расписание занятий безопасности, это вы можете на сайте всегда посмотреть, если кого-то интересует. Но у нас есть разные форматы обучения. Вот когда в группе, вот как мы с вами сегодня на семинаре в группе, то есть я веду, что вебинаристы, слушатели, что вы, это называется очный формат обучения. Есть очно-заочно, но наш курс туда не попадает, потому что он достаточно и так сокращенный. Но есть форма открытого обучения, форма достаточно уникальная, то есть поэтому я, то есть на тот момент, если где-то не получается попасть в группу, можете использовать этот вариант. В чем его заключается? Вы сидите вот за двумя компьютерами, по одному компьютеру вы слушаете запись дневной группы, а по другому компьютеру вы делаете то же самое, что происходит в аудитории. Но открытое обучение у него есть колоссальный плюс, и вы не зависите от группы. Пришли вы на занятия раньше, начинаете слушать запись, сделать то же самое. Хотите остаться после занятий, можно просто остаться. Поэтому преимущества достаточно много. Если кого-то интересует, я после семинара могу еще раз объяснить. В чем у нас еще есть возможности корпоративного обучения? Ну, во-первых, можно построить это как индивидуальный проект, один вариант. Делаем мы, да, выездное обучение, то есть если вам, то есть где-то нужно бухгалтерию вашу обучить, то есть поэтому эти варианты просто есть. Но остальное варианты – это стандартные групповые программы. Ну, теперь немножко о себе. У меня высшее экономическое образование, в области бухгалтерского учета у меня более 20 лет, в должности главного бухгалтера 8 лет, среди которых у меня как раз 3 года, то есть главный бухгалтер бюджетного направления, в крайнем случае это было образование. А специалисты я работаю с 2009 года, вот с этого момента, то есть я веду как раз наш курс бюджетных учреждений. Здесь я могу сказать, что конкуренции у меня нет, потому что я веду только одна. То есть хотя, да, мы учим, то есть специалистов, но, к сожалению, литературу у нас нет, хотя госсектор, он существовал всю жизнь. Посмотреть где-то информации у нас нет. Предназначен наш семинар, конечно, в большей степени, чтобы я вас познакомила с самим курсом. Семинар у нас будет длиться 1 час именно. Курс, он рассчитан, сам курс, на 20 часов, да, то есть курс очень насыщенный, потому что информации много. Самостоятельная работа у слушателя очень колоссальное количество, поэтому 52 часа, это, конечно, основной вариант, что после курса вы начинаете изучать все нормативные документы. Но, кто будет планировать? Мне обязательно от вас нужно знание бухгалтерского учета, потому что в самом курсе я не обучаю бухгалтерскому учету. Это всего 20 часов, достаточно очень насыщенный, которой информации достаточно очень-очень много. Поэтому бухгалтерскому учету вы мне должны знать, прежде чем попасть на этот просто курс. Ну, как вот видите, вы на экране, то есть у нас 19 модулей. Я в этом году включила вам два отдельными модулями, потому что этого не было в предыдущих годах. Это вот старо федеральные стандарты. Ну, сразу говорю, все стандарты мы не проходим. То есть я просто могу только показать фрагменты отдельные, то есть курсы, но в дополнение, как самостоятельную работу, я даю все слушателям для того, чтобы они могли постепенно, то есть это пойти изучать. Или другой вариант, так как по федеральным стандартам я маленький фрагмент семинара давала, тоже так же, идем тогда. То есть на сайт специалиста, все видео, то есть находим новое в бюджетном учете, то есть именно мой семинар, и хотя бы 45 минут вот по федеральным стандартам для себя просто использовать можно. Поэтому эти элементы, то есть вы можете использовать. По всем модулям я не буду останавливаться. И вот последнее, то, что я сегодня вам буду показывать, это как раз из последнего, обзор нарушений, которые я включила, но бюджетную отчетность здесь не заполняют. Поэтому, то есть хотя вы очень хотите, то есть информацию новую я даю, но в эти часы она никак не внедрится. Здесь просто сама идея курса, она заключается научить вас работать с планом счетов. То есть бюджетного учета, если особенно вы впервые или где-то минусы у вас есть. Цель курса, вот то, что я уже сказала, дать первоначальные знания или помочь практикующим так свои знания или разложить так все по полочкам. Именно в бухучете бюджетной сферы. Поэтому и том, и практикующим, и начинающим дает большой-большой пользу. Ну, для кого нужен целевая аудитория, я бы не сказала, что она для всех, а вот только для нашего направления. В бюджетной сфере независимые руководители, вы менеджеры, экономисты в бюджетной сфере. Вот как раз для наших бухгалтера, для кого предназначен этот курс. Ну, не локальность курса, а вообще хоть я вижу, что это постоянно что-то копируется, аналогов вообще не должно быть, потому что я создавала его сама. То есть именно этот курс. И поэтому то, что если вы где-то видите даже по программам курса, я считаю, что это уже идет копирование. То есть именно с нашего сайта, потому что в основном, то есть он уникальный в этом, я считаю. Ну и максимальное приближение к нашей с вами практике вы используете по всем темам. По окончании курса, то есть я вам просто советую посмотреть, как это в программе, потому что обычно после теоретического курса обязательно ставят 1С. Государственное учреждение веду я его сама, то есть потому что группы не набираются, опять же, как наш с вами казенный, бюджетный, автономный. И поэтому они у вас только раз в году. Реальны, просто в группе. Но вот я сейчас завершу, что слушатели идут на коммерческую программу курса, 1С, зарплата управления персоналом. А у вас своя есть программа. Зарплата и кадры бюджетного учреждения, они все равно отличаются. А так, конечно, я советую. Вот можно пойти на курс налогообложения. Если вы уже главный бухгалтер, вот если на смене курс главный бухгалтер, управление бухгалтерией, чтобы можно было какие-то тонкости услышать по вашему просто направлению. А так в основном семинары, допустим, вот закупки, то есть которые есть у нас семинары, то есть буквально будет вот в январе, можно посмотреть. И вот такие как бы направления, то есть на сайте я вам стрелочка указала, это наше направление. Ну и, конечно, я вас очень приглашаю, кто у меня впервые знакомится с бюджетным, особенно, учетом. У меня единственная группа в этом году, то есть будет 1 февраля. Больше их не будет. Все пойдет в открытое обучение. Я уже сказала причину. Группы не набираются, хотя госсектор очень достаточно широкий у нас. Поэтому, ну, я связала это с нашими субсидиями, что они резко уменьшились в связи с санкциями. Но, тем не менее, вот помните, вот 1 февраля для ваших даже знакомых, это последняя группа, которая будет вечером здесь заниматься в аудитории. Поэтому вы в этом году, она всего одна единственная, только если спрос будет. Ну и по окончанию курса у меня получают, то есть слушатели, вот удостоверение, повышение квалификации. Если документы не предоставляются, тогда или свидетельство, или справка об окончании этого курса. На иностранном звуке одновременно с окончанием курса попадает вам в личный просто кабинет. Ну, такие элементы, которые у нас связаны просто с нашим презентацией. Ну, а теперь вот я по порядку буду идти, открывать вам на экране. То есть, ну, начну с первого письма, которое называется «Нарушение в области ведения учета». Если какие-то нужны редактивы, то есть можете себе помечать. Ну, во-первых, больше это было самое первое письмо в конце 2018 года. И больше всего, то есть у нас ошибки в учетной политике. И с нее нужно точно начать. Тем более 2019 год, я потом на экране вам покажу список федеральных стандартов, вышел приказ об учетной политике, и проверяющие уже явно написали, что они начнут проверки с приказов об учетной политике, то, что у нас постоянно с вами просто отсутствует. То есть, и вот они, видите, то есть отношения работники, деятельность, проводится проверка, предоставляющая проверяющему учетную политику, здесь они определение пишут. При изучении документа, то есть на какие моменты можно обращать внимание, соответствуют ли представленных проверок учетной политики вашей структуры, отраслевые какие-то моменты, соответствует ли она в учете и сам приказ об учетной политике, потому что идут просто несоответствия именно к этому. По результатам проверки, то есть какие, то есть в основном ошибки встречаются, поэтому для себя помечайте. Состав учетной политики не соответствует требованиям, ну, допустим, я здесь вам черкнула актами субъекта учета, утверждается рабочий план счетов, то есть и правила формирования счетов, но рабочий план счетов – это не коммерческая просто структура, это 300 страниц, и поэтому я вам здесь вот вам допишу ссылку, то есть здесь лучше электронно, и написать в учетной политике, что вы используете рабочий план счетов в электронном формате, потому что распечатать его просто бессмысленно, потому что это не одна страничка, не две, то есть это все-таки план счетов в 300-400 страниц, поэтому в этом плане это достаточно объемно, поэтому не советую, здесь только в электронном. Методы оценки отдельных имуществ, то, что вы отражаете, то, что вы выбрали, допустим, по методу начисления, амортизации, какой метод нужно прописать, или, допустим, по методу, то есть именно оценки нашей себестоимости, материально-производственных запасов, вы должны все отразить просто вашему, то есть именно в учетной политике. Правила документа оборота и сроки предоставления отчетности, я вот сразу вам сейчас открою, то есть именно фрагменты по учетной, есть особые требования к первичным документам, хотя они потом в дальнейшем будут встречаться у вас. То есть здесь прописано, что относится к первичным документам, это унифицированные формы, которые вы должны к учетной политике мне сделать приложение, и туда свести все формы, они у вас все унифицированы, то есть формы, которые вы используете в вашем учреждении. Это обязательно нужно сделать. Можно сделать его как приложение к учетной политике, что-то добавится, добавили, то есть в эту табличку. Согласно закону 402 ФССР есть обязательные реквизиты, они должны у вас соблюдаться. Затем, то есть должно, вот где место печати ставится, то есть МП аббреватура, вы обязательно должны помнить, что вот сюда и вставится печать, не в сосединке, не с правой стороны, а где у вас стоит именно, то есть аббреватура МП, поэтому на это обращайте просто внимание. Если в электронном виде, то есть сказано просто в документах, то есть что электронные должны содержать те же реквизиты, что и бумажные. То есть, но если вы ведете в электроны, бумажные все равно распечатываются, это обязательный элемент. Ну и здесь же вот у меня есть, то есть фрагмент, вот так приказ, может он просто выглядит, утвердит перечень лиц, кто отвечает за это, и они у вас будут использоваться. Это как бы, то есть такие вот первичные документы, документооборот, он должен быть построен. Затем здесь же порядок признания в бухгалтерском учете, порядок проведения инвентаризации. Мы должны, мы сейчас уже сдали отчетность, не позднее 1 октября делать годовую инвентаризацию, чтобы руководители мне в курсах никогда не говорили, что мы это не делаем. Я говорю, вы просто об этом не знаете. Это ведет бухгалтерия, то есть конкретно. Формы первичных документов, применяемые для фактов хозяйственной жизни, это вот все ошибки, которые часто встречаются у них при проверках, не имеют, не установлены, он, видите, обязательные, то есть формы документа, вот то, что я вам уже показала, это обязательно нужно. То есть если у вас отличаются обязательные реквизиты, это он, видите, на ФСБУ, наш федеральный стандарт ссылается, поэтому будете использовать. Обязательно нужно составить, я чуть попозже вам покажу, то есть после изучения этого файла, учет финансового контроля, потому что есть специальный документ, как приложение, вот как раз ФСБУ, концептуальная основа, в котором ссылается именно на финансовый контроль, что вы его имеете. Затем учебные политики у нас при первичном систематизируются по датам, отражаются накопительным способом, то есть обязательно отражаются в наших регистрах. Вот очень много ошибок, то есть все прослеживались, просто это вот в циферном обозначении, просто при проверках я так сделала вывод, что где-то вы у меня арабскими пишите, где-то римскими, а это недопустимо. Везде цифры, они должны быть одинаковые, или то, или другое, что вы таких просто не применяете. Ну, дальше вот четвертое положение, учетная политика, не соответствует нормам сказано, выдачи из кассы денежных документов, то есть подотчет. То есть поэтому здесь, если для кого-то это новость, если вы не знаете, как ведется кассовая операция, одно только указание, указание центра банка, 3210О. Там очень подробно все прописано, как ведется просто именно подотчетные суммы, можете использовать. Можно вот применять, допустим, я вам папочки сейчас на экране покажу, можно, то есть здесь, если у меня образцы, я в курсе просто даю, или заявление, он может вот так выглядеть, но только на разовый, то есть именно покупку, видите, то есть там перечень есть. Или приказ, сейчас вот вам приказ покажу, как может выглядеть. И тоже, видите, на разовый, то есть именно покупка, которая приобретается, но все прописывается в учетную политику. И согласно указания, напомню, там написано 3 рабочих дня, а наши подотчетные лица, они не предоставляют отчет, если только у вашего учреждения идеал есть. Ну, я бы так сказала, это сон главного бухгалтера, наверное, в большей степени. И не всегда ваши подотчетные лица отчитываются в течение 3 рабочих дней. Поэтому нужно обязательно прописать, на сколько дней, то есть выдается просто подотчет, допустим, сделать, разработать положение, можно вот на примере такого вот варианта. То есть указать, какие нормативные документы вы используете. То есть на какие выдачи вы предоставляете вашему сотруднику. Просто его нужно прописать, то есть этот вариант. Можно в интернете всегда его посмотреть. И вот здесь вот предельный размер как раз можно в положении прописать. 30 календарных дней. Эти фразы не будут, значит, будут считаться 3 рабочих дня. То есть, ну, иногда часто задают вопросы, можно навсегда, нельзя в законе 3 рабочих дня. 30 еще прописано, то есть, наверное, проверяющие, то есть еще так хладнокровно к этому относятся, раз есть просто или в приказе, или вот положение. Поэтому не забывайте, это нужно все прописывать, потому что это считается нарушением. То есть законодательство, а если мы казенное учреждение, я к ним в большей степени сейчас обращу внимание, у вас нету приносящий доход деятельности, штрафных санкций вам неоткуда платить. И, естественно, то есть вот здесь получается минусы. Если бюджетно-автономные, они у них есть приносящие, еще можно что-то, да, компенсировать. А казенное уже нет, то есть нужно только финансирование, поэтому не забываем. Затем вот положение учетной политики, видите, изложено в учетной политике, они ссылаются на нашу инструкцию 157Н, то есть что формирование регистров на бумажном носителе в случае отсутствия хранения в виде электронных документов. Но сроки хранения не существуют, и опять же после учетной политики вам немножко покажу, то есть может быть какие-то элементы вам пригодятся об этом. Например, вот они приводят, то есть проверяющие, что учреждения, бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажном носителе по итогам календарного месяца. А в то же время в учетной политике у вас здесь было написано, просто такие ошибки часто встречаем, что сроки формирования на бумажном носителе просто, и это уже недопустимо. Проверяющие считают, я специально подчеркнула, потому что эти письма вы можете всегда на сайте казначейство.ру, то есть их для себя найти. Ну вот здесь вот еще раз они и прописывают, что подотчетные лица должны отчитывать не позднее трех рабочих дней, а это указание 3210. О, там все написано. Там же в этом указании есть расчет лимита кассы. Если вы используете кассу, нужно обязательно ее сделать. Или в виде приказа, приказа пишутся, что лимит кассы на конец дня такая-то сумма. Или вот в фрагменте, то есть я просто вам сейчас открою, можно его использовать, он напоминает, как мы раньше с вами делали в учете. Вы создавали форму, когда утверждалось это в банке. Сейчас это утверждать не надо, подписывать сейчас просто руководитель учреждения, и все. И вы всегда можете его использовать. Но если у вас лимита нет, нету лимит кассы, это говорит о том, что в кассе у вас 0 рублей 0 копеек. И значит, на конец дня мы должны все с вами сдать на лицевые счеты, казначейство. Все. Других вариантов нет. То есть, а поэтому, то есть в этом случае вы всегда используете этот вариант, потому что, конечно, то есть проверяющие, они тоже обучаются, даже вот перед вами группа была сейчас, и у меня учатся сейчас в последних группах всегда казначейство. То есть, почему казначейство, потому что в этом году планируется все казенные учреждения учет передать казначейству. И вы будете относить у меня документы, а они будут это обрабатывать сами уже. То есть, поэтому какое-то, наверное, такое поваленное сокращение может у нас пойти в казенных учреждениях. Затем у нас вступили в силу вот федеральные стандарты. Ну, я сейчас на экране немножко покажу, то, что вы просто видели, какие. То есть, вдруг кто-то еще не использует. Вот в 2018 году их у нас 5. 256Н концептуальная основа, 257Н основные средства, 258 аренда, 259Н это обесценение активов, и 260Н представление бухгалтерской отчетности. Но вы должны были прописать это в учетной политике 2018 года. В 2019 году, то есть, другой список у нас появился, потому что вас первым я мне буду переводить, то есть, на международные стандарты. И поэтому вы у меня сейчас переходите на международные стандарты. И у нас с этого года вступят в силу 274Н, то, что я вам сказала, учетная политика, 275Н событий после отчетной даты, 278 отчета движения денежных средств, 32Н доходы, 122Н влияние курсов иностранных валют, если вы его используете. Но я вам просто в прогнозах на 2020 год, потому что некоторые уже утвердились просто. 34Н это непроизведенные активы, на 2020 года он вступает в силу, 145Н долгосрочные договоры. И последний приказ, который, ну, буквально вот только, то есть, подошел к нам, это по запасам. Вот можете записать приказ от 7 декабря, то есть, он пришел буквально в январе, он будет вступить у вас в силу, то есть, с 2020 года. Но предварительно, я считаю, с него надо начать с ним работать. Потому что здесь указано, как вы будете вести производственные запасы. Все. То есть, поэтому на него обратите внимание, то есть, ну, если в конце у нас останется, я немножко некоторые элементы вам покажу. Но это 20 еще год. В 2019 не забывайте. И вы должны это указать в учетной политике, что с 2019 года вы используете этот вариант. И еще один элемент сразу скажу, потому что, то есть, в группах всегда спрашивают по этому вопросу, так как в 2018 году в налоговом кодексе появился такое понятие инвестиционный вычет, обратите на него внимание, вы у немногие платите налог на прибыль. А с счетом этого вычета вы сократите свой налог на прибыль примерно, то есть, 80-90%. Нужно только на него обратить внимание, что для этого нужно точно сделать. Нужно, чтобы приказ 2019 года в учетной политике дата была 31 декабря 2018 года. Тогда с 2019 года вы можете его использовать. Ну, а написано это в налоговом кодексе статьи глава 25. Это можете просто для себя на заметку поставить, потому что здесь понятно, и об этом говорить просто вам не буду. Ну, вот еще вот вариант из ошибок. Предусмотреть методы оценки, то есть, по остаточной стоимости или как вы ведете это обязательно. В рамках определяют состав инвентарного объекта, метод начисления, то, что я вам сказала, здесь другие положения, можете записать письмо, то есть, если необходимо, хотя бы 02-07-07-084-237. Это по поводу наших основных средств. Нарушение, то есть, требований к первичным документам, то, что я показывала вам документ, тоже очень часто используется этот вариант. Почему? Потому что, то есть, это, во-первых, отсутствие первичных документов, а это, опять же, налоговый кодекс. И это статья 120, которая называется грубо нарушение ведения учета, а там штрафные санкции, поэтому не забывайте, то есть, именно первичное наличие это обязательное требование. Потом, то есть, несоблюдение, то есть, именно на счетах бухгалтерского учета, если у вас где-то есть сомнения, то есть, именно на счетах, я вам просто советую, сделайте приказ к об учетной политике в виде журнала хозяйственных операций, напишите содержание хозяйственных операций, дебет, кредит, а так как согласно закону 402 ФСЗ, там написано факты хозяйственной жизни, и аудиторы на это ссылаются всегда, они уж будут у вас подписаны вашим руководителям учреждения, и если где-то сомнения, я все равно вам это советую, обязательно. Затем, несна соответствия первичных документов, поэтому это унифицированная форма, ну, наши с вами унифицированные формы должны соблюдаться, 52 М, вот я сейчас выделила, поэтому вы должны проверить, соответствуют они этому закону, или просто нет. Затем, в любой акте проверки встречается одно из следующих нарушений первичных документов, ведь они по актам анализ сделаны, отсутствие первичных учетных документов, то, что я вам сказала, второе, то есть принятые к бухгалтерскому учету оформление не имевшей места в хозяйственной жизни, третье, несвоевременно составляются первичные документы, недостоверно отражена информация о поставленных товарах, и графы, то есть первичных документов заполняются частично, а по закону считается правильно заполненный документ, как реквизиты заполнены, а пустые прочеркнуты, поэтому проверяющие поэтому из этого расчета и проверяют, то есть наши с вами при проверках, чтобы они были полностью у вас просто заполнены. Ну, отношения полноты, то есть я пропустила, потому что если нужно будет откроете законы, ну, вот они как для примера вам здесь корреспонденции как раз указывают, как бы это отразилось исправительными, то есть красного сторона, то есть или другими элементами обязательно нужно делать. Ну, основные законы это опять же видите 402 ФЗ и наши все федеральные стандарты, которые вступили уже в силу, поэтому вы должны это то есть использовать для себя. Ну, а я просто вам покажу на экране, то есть немножко если медкасса мы с вами прошли, то есть именно есть вот новый стандарт, во-первых, о документах обороте, то что я вам показывала, вы должны просто его использовать. его создать. Я даже советую просто на основании этого стандарта создать у себя положение документа обороты. И если где-то что-то у вас отличается с законодательства, вы его должны просто применить. В приказе об учетной политике я сейчас просто открою вам приказ, чтобы вы видели хотя бы как примерно это может просто выглядеть. вы создаете приказ, причем видите утвердить учетную политику, довести до всех подразделений, кто ответственный. Учетная политика вот первое вот обратите внимание ссылается на все ваши законы, которые вы используете, все наши инструкции в замесе что вы применяете, поэтому вы должны все здесь прописать для себя, ну и обратите внимание сейчас вот на стандарт аренды, потому что мы все равно всем сдаем просто в аренду, то есть какие-то учреждения, поэтому нужно здесь прописать, что вы его используете. А потом идет просто общее положение, технология такая, то есть именно кто ведет то есть именно то есть ваш бухгалтерский учет, затем в каких программах вы должны это все прописать, в каком виде вы передаете вашу отчетность именно вашим вышестоящим организациям, видите, то есть здесь по образцу. Правила документа оборота, видите, прописывается уже здесь сразу. Потом право подписи учетных документов, можно сделать приложение, кто подписывает их, я просто по абзацам пройду. Затем десятые, вот электронные документы, подписаны, квалифицированы электронной подпись, это появилось в этом году, в девятнадцатом, поэтому запишитесь просто закону его, то есть он в консультанте есть, а вы все это умеете, имеете в доступе, номер 63 ФЗ, здесь очень подробно прописано про усиленную квалифицированную печать, от 6.04.11. в редакции он от 23.06.16 года, наступил в силу он с 1 января 2019 года, и если вы ее используете, тогда ключи, то есть именно сертификаты, вы должны оформить, поэтому нужно его проследить, но я не буду здесь, то есть его прослеживать, потому что у нас не так уж много времени, может быть, там вот какая-то польза будет, а закон вот за я считаю, вы стараетесь его записать, потому что это главный здесь элемент, затем, то есть если в табеле какие-то у вас особые, то есть обозначения можно прописать, видите, в учетной политике для образца, план счетов, как я вам сказала, в электронном виде, здесь же вот наш с вами план счетов, как он состоит, да, 1.18 это код, то есть план счетов идет, начиная с 18-го, это у нас начинается в плане счетов в теоретическом вид деятельности, в зависимости, что вы используете, значит, вы будете его применить, то есть поэтому нужно, видите, тоже указать обязательно, а потом по каждому объекту, как вы его оцениваете, то есть именно объект, то есть именно наши главные критерии, это более 12 месяцев, срока у нас нет, это до 10 тысяч, то есть будет считаться основными средствами, только вы сразу их списываете, здесь вот еще раз указать можно разряды, и типовые, то есть именно инструкции, они всегда очень подробно, то есть есть в наших с вами рассылках, вы можете применить этот вариант. Затем, вот, допустим, приложение о внутреннем контроле, то, что я вам обещала показать, то есть вот финансовый, здесь вот это, то есть именно согласно наших законов и 256-я, то есть там ссылается, это повышает просто качество составления, результативности, внутреннее осуществляет руководитель, приказ составляется комиссия, если это сторонние или аудиторы привлекаемые, тогда нужно будет прописать. Здесь же, вон, видите, то есть внутренние задачи, это все в концептуальных основах есть, а в конце, то здесь есть табличка, и здесь сказано, кто ответственный, и вот как раз инвентаризацию, ревизию кассы осуществляет главный пугалтер, вы прописываете, когда срок проведения проверок, это вот и считается контролем, вообще по кассе, кассам операциям считается на каждое первое число месяца, если он у вас отличается, как раз нужно и прописать, когда вы его проводите, потом лимит денежных ежемесячно, то есть вы видите, составляется проверка наличия актов сверки, правильности расчетов казначейцев, инвентаризация, вот такой примерно, то есть может выглядеть ваш график по внутреннему контролю, то есть вашей именно деятельности, ну а файл, то есть он в законе 256, он у вас есть, то есть внутренний контроль, поэтому есть такие варианты, это вот то, что касается, так, пример, то есть приказа об учетной политике, с точки зрения, то есть именно сроков хранения, вот сейчас на экране вам покажу, может быть, кому-то эта информация нужна, в основном по всем, то есть документам, сейчас увеличен срок с 2018 года до 5 лет, поэтому не забывайте, вы и мы и храним, то есть теперь уже 5 лет договора, но вот допустим, по страховым сносам они увеличили срок до 6 лет, после окончания года, причем, не когда это вы начислили, а после окончания, может, мы также с вами используем, ну а кассовые документы, связанные с зарплатой, то есть это никто не отменял, то есть все равно хранится 75 лет или передаем в архив города, и чтобы, ну хотя это, я считаю, уже сейчас уже, наверное, бессмысленно с этим элементом, что все информация пенсиона все равно поступает, но на тот случай, если кто-то захочет взять справку, он может взять ее, поэтому 75 оставили, затем вот годовая отчетность, постоянно в течение всего срока осуществления компании, поэтому годовую нужно будет сохранять, это новые сроки, документы по учетной политике, видите, ограничения нету, написано больше пяти лет, и естественно придется эти приказы просто сохранять, а вот допустим, 19-й год, если нас проверяет казначейство КРО, то, конечно, я понимаю, они все равно ежегодно это делают, а налоговая, то есть она по истечении трех лет может, но она может потребовать и предыдущие, когда эти сроки-то увеличили, и налоговая, то есть она с вами прослеживает, не забывайте. Затем, опять же, вот аудиторское заключение, если будете делать, тогда постоянно, и регистры, вот это новые сроки, и в основном здесь все равно пять лет, и то есть всегда помните, что вы не можете их никуда уничтожить, потому что, то есть в этом плане с этим связаны как бы новые законы. Ну, а я перейду в другую наше с вами письмо, которое было, то есть именно поступило в 18-м году, вот можете написать письмо, что вам потом его открыть ФНС России от 15 октября, АЭС-4-16-200-81. И в параллеле связано было с казначейством, ну, а письмо было связано за первое полугодие, ну, я думаю, что за второе полугодие она тоже к вам обязательно распорядителям придет, потом они передадут именно нам с вами уже. Записали номер? Ну, если есть, хорошо. Ну, я просто по основным элементам, которые здесь вот, я увидела, что очень такие серьезные. Во-первых, доведение бюджетных данных при организации исполнения федерального бюджета они ссылаются. И здесь написано, что добычено несоответствие показателей сметы объема лимитов бюджетных обязательств. Это вот как бы часто, то есть было бы видать прослеживание, что, то есть в этом плане они указали на этот срок. В 1.2 здесь сказано, что на плановый период и 19-го внесены позже установленного срока, ну, хотя, может быть, где-то это главные распорядители виноваты, потому что они, то есть ссылаются на ГРПС как-то как раз главных распорядителей. Исполнение вот федерального, то есть именно бюджета, здесь сказано выполнение подрядных работ, какие, то есть могут быть ошибки. Это выполнение работ, вот акт, который КС-2 мы выполняем обычно, то есть указывают они, что очень много завышенная стоимость. Или, то есть мы оформляем акт, и на самом деле эти фактически выполненные работы отсутствовали. Поэтому, конечно, на это надо обращать внимание, чтобы у вас было все, ну, то есть очень так досконально, чтобы никаких элементов, что выживете ошибки. Есть просто иногда, то есть нереальные, то есть именно простые, которые мы, наверное, не обращаем с вами внимания, а это опять штрафные санкции. Затем по субсидиям, то есть я вот специально выделила из закона, то есть здесь сказано, что, то есть государственные власти заключали соглашения о предоставлении субсидий, в которых не указаны реквизиты правовых актов, значение показателей, результативность, не содержается значение всех показателей, и не предоставляется порядок контроля за исполнением субъекта. Поэтому график финансирования предоставлялась, то есть, ну, это я думаю, что проверялось просто главных распредителей, то есть не нас с вами конкретно. Затем, то есть вот на капитальный ремонт использована закупка товаров для обеспечения государственных нож, почему-то это использовалось за счет субсидий, то есть, а это уже явно приносящий доход, здесь уже личные элементы ваших сотрудников. Затем по поводу инвестиций здесь есть требования, что не соответствует установленным требованиям, а именно копия бизнес-плана проект не заверена руководителем. Организация, я просто считаю, что это наша смешная ошибка, не подписал просто руководитель организации, хотя раз они собрали, значит, это постоянный просто элемент, который попадался. Сопроводательное письмо с приложением описи документа подписано лицом, не являющим на дату описания руководителем. Тоже вот такая вроде как бы ошибка, то есть, несерьезная, я считаю. Отсутствие копии платежных поручений, то есть, по кассовым выплатам. С точки зрения по налогам и сборам, сразу раз здесь появилось налоги, я сразу скажу, вы сверху стараетесь присутствовать лично с налоговой инспекцией. Налоговые инспекторы, они тоже ошибаются и допускают ошибки. А когда вы отправляете в электронное, то есть, звонки, они просто могут вам не отвечать. Поэтому нужно, когда пишется заявление, писать присутствие лично при сверхах и подготовили все документы, они это разрешают, это по закону разрешено. И, соответственно, вы сразу выясните все ваши, то есть, плюсы, минусы, которые у вас есть. Справка, подтверждающая, если организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации. Вот видите, такой вариант еще есть. Ну, раз я выделила, значит он нужен нам с вами. Нарушение требований здесь сказано, то есть, предоставление субсидий с федерального бюджета на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства в рамках государственной программы. Возмещенные расходы субсидий не предусмотрены, а именно на аренду складских помещений, на оплату госпошлины, на проведение семинара по договору информационно-консультационных услуг, экспертиза по изменению технических условий нормативных документов, приобретение расходных материалов, поэтому в этом плане нужно, конечно, проследовать, на что нам с вами выделяется. Нарушение требований, опять же, на приобретение продукции при несоответствии продавца продукции, требованию наличия у него конструкторская, технологическая, в виде документации. Неосуществление продукции технологических операций в установленном объеме и отсутствие документов в полном объеме. На это, видите, обращать внимание, там есть сроки. То есть, есть тоже срок нарушения требований, то есть, отчета достижения показателей 35 календарных дней. Затем, то есть, одним вот из, опять же, главного распорядителя, то есть, не зарегистрировано предоставление заявления на заключение договоров. Поэтому, значит, такой вариант тоже здесь присутствует. И здесь срок от 16 до 90 календарных дней она не указывает сразу в этом законе. При закупках тоже, то есть, очень внимательно все должно быть заполнено в связи единицы измерения, как вот здесь прописано, наименование, то есть, качество с указанием условной единицы, вот часто используется такой фрагмент. Поэтому, старайтесь обращать на это внимание. И в основном, вот по закупкам можете вот тоже записать себе закон номер 555 еще используется. Там указаны планы графики закупок. То есть, как он заполняется. Поэтому, вы должны на соответствие этого закона посмотреть, если вы действительно госзакупки, а не он вам нужен, просто этот закон. Потому что, понятно, что и на курсе я все элементы эти не могу вам показать, потому что, то есть, курс достаточно очень-очень маленький. Ну, такие элементы согласно этого письма. Следующий документ, который пришел просто именно у нас тоже в конце декабря, он ссылалось, это аудиторы просто делали типовые ошибки при формировании бюджетной отчетности. И здесь просто я некоторые фрагменты нам с вами выделила, чтобы мы с вами могли посмотреть. Выделены следующие, своевременность предоставления отчетности. То есть, нужно предоставлять в установленные сроки, то есть, не позже. Мы не можем с вами позже срок годовой отчетности, то есть, приказ федерального казначейства у нас установлен, потому что это уже будет нарушение, потому что предоставляется, видите, позже установленного срока. С точки зрения электронного, я уже вам показала, этот закон 63, то есть, именно ФЗ, поэтому не забывайте, если вы информационную систему используете, то есть, конечно, там существуют электронные подписи, видите, снова наличие электронной подписи, значит, закон 63Н, нужно открыть, если срок действия уже истек, уже не будет, то есть, это считается правильным, это будет тоже нарушение. Обращайте внимание, то есть, на форматы, которые, это значительно нам с вами присылает, то есть, в каком формате вы должны предоставить отчетность. Способ формирования форм тоже, этот же вариант. На контрольные соотношения можно обратить внимание. Здесь же, вот, можно записать, если что, я остановлюсь немножко, письмо было федерального казначейства о способе поформирования форм. Может быть, если кому-то нужно, то есть, можете себе записать, это вот 07-04-05-02-36-93, и там прописано, в какой форме вы у меня это предоставляете, поэтому нужно обязательно это просматривать. На заполнение вот отчетной формы, ну, раз я не выделала, потому что в основном, вот, вариант, а я особенно обратила внимание в этом письме, то есть, нарушение, объект у нас с вами вроде как уже, мы на нем работаем, и он вроде как принят на учете, а на счетах почему-то он отражен у вас на 106-ом счете, как вложение, а мы с вами должны его поставить на 101-ый, он как бы в учете, то есть, иногда мне спрашивают, то есть, что вот я устроился бюджет на учреждение, а у них почему-то на 106-ом счете, причем это не то, что там 200-е, 2000-е годы, они мне обычно говорят, это вообще 1950-е годы, то есть, я ему говорю в ответ, говорю, вы хотите у меня это уточнить, почему, я бы у бывших бухгалтеров у всех спросила, почему вы эти года, то есть, не ставите его на учет, потому что вы, если приобретаете, и вы на нем работаете, проверяющий, он всегда спросит, на каком основании он у вас в обложении к нам, то есть, почему вы его не переводите как основное средство, это уже будет нарушение у вас, поэтому, то есть, сразу, значит, готовьте какой-то расчет, почему там, или строительно-монтажные работы вы собирались сделать с ним, чтобы хотя бы был вывод просто из этого, поэтому они почему и ссылаются на эти объекты, потому что это отражается очень-очень часто. Затем, то есть, там же прописано в связи с инструкцией, вот на 103-е земля, если вы используете, по их кадастровой стоимости на времени от постоянного, постоянного пользования, 108-й, непроизведенный казну, но это редко кто использует даже казенный, по их кадастровой стоимости, ведь они уже прописывают. Системные ошибки очень дебиторской задолженности учитываются, почему, потому что вы их не переносите на 209-е, они остаются на 206-е как авансы. Опять же, вариант, то есть, это считается некорректной, дебиторская задолженность уже неправильно в учете, то есть, надо подготовить какую-то информацию для этого. Почему? Ну, остальные элементы не стало сильно подчеркивать, потому что вот среди общих недостатков вот некорректное формирование показателей отчетности, неполное формирование показателей, недостатки текстовой части и ошибки связаны с технологией формирования форм отчетности. Поэтому старайтесь на это тоже обратить на себя просто внимание. Еще один элемент, то есть, осталось у нас здесь с вами один, по-моему, то есть, это вот нарушение, то есть, порядка принятия бюджетных обязательств. И поэтому здесь, вот я некоторые фрагменты вам на экране, что вы обратили на них внимание, в размерах превышающих бюджетных ассигнований лимитов, то есть, лечет его на штраф с вами от 20 до 50 тысяч рублей. И нужно, то есть, определение, то есть, следующее определение звучит в бюджетном кодексе. Что такое бюджетные обязательства ассигнования, это вы можете всегда в бюджетном кодексе это найти для себя. То есть, они ссылаются вот на закон опять же 44 ФЗ о контрактной системе. То есть, там же планы, то есть, графики, то, что мы уже говорили в первых письмах, можете посмотреть именно. В контракте включаются обязательно условия при осуществлении закупок, заказчик обязан заключить контракт, то есть, именно с победителем закупки. Поэтому это тоже, то есть, прослеживается. Принятие бюджетных средств, то есть, отсутствие доведения до него, лимитов бюджетных обязательств, есть, конечно, то есть, штраф, то есть, согласно нашего законодательства, финансирование осуществляется на основе бюджетной сметы. Я вот сейчас открою для казенных учреждений вам бюджетную смету, которая на сайте казначейства всегда присутствует, именно что вы должны это сделать, то вы должны в девятнадцатом году ее пересмотреть. И самый главный элемент у вас должен быть составление сметы, показатели вы должны отразить, расчет показателей обязательно, потому что подготовим, видите, специально, то есть, именно указ, то есть, приказ Минфина. Затем согласование, утверждение сметы, в которой указывается, кто утверждает, это в Министерстве финансов приказа есть, это вы можете использовать. Смета утверждается, в какие сроки, ну, можете это прописать, если содержит гостайну, тогда не позднее двадцати рабочих дней, если не содержит, тогда не позднее десяти рабочих дней, то есть, от дня доведения ЛБО. Потом отражается введение сметы у нас с вами, формы сметы, какие должны быть именно у вас разделы, ведь итоговые показатели, лимиты, справочная информация, все, то есть, прописано обычно в письмах, то есть, именно, то есть, нашего, то есть, казначейства, поэтому налог, то есть, налог.ру используйте сайты, и особенно, то есть, используйте вариант, то есть, казначейства.ру, я просто вам советую. То, что касается налогов, налог.ру, то есть, сайт, если то, То, что касается вопросов, казначейство РОУ, то есть сразу открыли. Поэтому, видите, они здесь должны обращать внимание, то есть именно на ошибки, что мы не составляем. Затем, то есть у нас с вами, здесь же, конечно, есть и судебная практика в этом письме в последнем. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства заранее, за несколько дней до доведения лимита бюджетных обязательств. Применение за каждое нарушение, то есть считается отдельным. Вот к однотипным договорам, то есть именно или к одному и тому же исполнителю. Здесь же судебная практика, а не для примера. И в заключении вот здесь есть последний элемент, который называют малозначимые нарушения. Это из-за арбитражной практики, просто собрана аудитором. Здесь то и сказано, степень нарушения охраняемого общественных отношений незначительна. Должностное лицо к административной ответственности привлекается впервые. Значит, будет малозначительным. Не было существенной угрозы, охраняемой общественным отношением, либо формально. Ну вот на основании, то есть арбитражной здесь практики, признал нарушение малозначительным, к административной ответственности привлекается впервые. И тоже отсутствуют обстоятельства, отекотяющие административную ответственность. То есть не причинен ущерб бюджету и не причинен существенного вреда интересам гражданам или обществу, или государству. Ну это уже суды решают. Видите, как бы здесь приложено, поэтому очень удобно, то есть иногда эти письма, чтобы они к вам просто приходили. Ну вот на этом я закончу свой семинар, просто здесь у нас с вами по времени для всех. Не забудьте, кто позже подключился. Моя группа, то есть 1 февраля. То есть если вас интересовался какой-то элемент, и вы хотите в этом электронном даже получить информацию, ну я только в курсе это просто даю, или тогда используйте наш семинар. Второй вариант. Во-вторых, то есть конкретно я вам хочу пожелать, чтобы вас сфинансировали как можно больше, и субсидий вы у меня получали как можно больше, чтобы вам можно было, то есть на все ваши расходы использовать. И не забывайте в конце года, кто у меня начинающий, план СТД составляем, сметы составляем, их утверждаем. То есть формы вам распорядители предоставляют, поэтому в этом плане, то есть вы должны все документы у меня использовать.